38 тысяч субъектов господарения, минавито стольки приватных предприемств и индивидуальных предпринимателей сегодня зарегистрировано в Гомельской области. Только в этом году они перелечены в бюджетом 3 триллиона рублей, без малого четверти от агульных поступлений. За увеком того, что это пока что постоянно увеличивается, необходимо мерковать, что законодательство по потребности малого и среднего бизнеса чекает дальнейшая гиберализация. С 2009 года коренным чином сменились подходы до регистрации приватных предпринимателей, когда до этого необходимо было отрабатывать официальный дозвол, да еще чекать амаль месяц. Теперь необходимо просто подать заяву, зарегистрировать повинны на протягу суток. Сегодня в коментации экономики Гомельского оборудования завершается распроцовка методичных рекомендаций для индивидуальных предпринимателей по умовам ведения бизнеса в рамках Евразийского экономического союза, а так само за уникальным изменением айчинного законодавства. На недержавный сектор экономики не просто великие надеи. На Гомельский язык связывают планы по росту реального сектора экономики. Ничего не максимума, кажусь, нема, было пожадание. У якости прикладу китайский опыт. У меня один из представителей китайской компании никогда не сказал, что какой-то там кризис, какие-то там проценты ставки высокие или еще что-то нам мешает. Ставят напряженные, можно сказать, запредельные задачи и самое главное, их достигаем. Особливая увага к кредитованию приватных предпринимателей и индивидуальных предпринимателей. Додайте худкости вашему бизнесу. Это слоган одного из зачинных банков. Усей разумеют, риски невертания кредитов от недержавных предпринимателей, особенно начинающих свою деятельность, могут быть достаточно великими. Але с другого боку, эти сектор экономики способны эффективно працовать в умовах рыночной конкуренции с худким переходом на выпуск заправды запотребованной продукции. Это предприятия все-таки более рисковые, потому что они не имеют достаточно залогов, не имеют недостаточно оборотных средств. Понятно, что здесь риски больше для банков. Но если говорить в целом, все-таки эти предприятия могут быстрее перестраиваться на новые рынки, изготавливать новую продукцию, особенно то, что касается производственных предприятий. И им проще перестроить свою стратегию, оптимизацию численности, оптимизацию продуктов, процессов. В последний час Гомельская область становится все больше привабной для замежных деловых коров. Правда, по широку причин представников далекого замежа сиротых не вельми шмат. За последние пять годов, например, в регионе зарегистровали 130 малых и средних предпринимателей с российским капиталом, 50 с украинским и только 13 с польским. Теперь этот перекос плануется выправить. А тому на нараду по пытаниях развития бизнеса запросили гандрового советника посольства Польши в Беларуси с Бигнева-Шмуневского. Представники этой краины сегодня могут зарегистрировать предпринимство практически на таких же умовах, как и местовые предпринимательники. Мы будем им предлагать тут Гомельскую область и территорию Гомельской области, потому что тут вообще интересная и промышленность, и люди, и экономика этой области очень интересна. Олег Синчуров, Валерий Гапанько, Тайлерадо, компания Гомель.